Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии Катерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Почти 200 зараженных горожан. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Тысяча тонн асфальтобетона. В Сарове отремонтирован еще один участок дороги. С заботой о братьях наших меньших девушка-волонтер спасает бездомных кошек и находит им любящих хозяев. Далее расскажем обо всем подробно. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. По данным же Всемирной организации здравоохранения, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет около 6 миллионов 800 тысяч человек. Скончались почти 400 тысяч. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке более 3 миллионов 200 тысяч. Следом идет Европа, потом восточный Средиземноморский регион. Среди государств лидером по заболеваемости по-прежнему остается США. Там COVID-19 выявлен у 1 миллиона 940 тысяч человек. С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано свыше 110 тысяч смертельных исходов. Между тем, глава Роспатента Григорий Ивлеев заявил российской газете, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила десятки заявок на средства борьбы с коронавирусом. И вполне вероятно, что лекарства появятся уже к середине лета. Для этой тематики мы установили приоритетный порядок рассмотрения, привлекли самых сильных специалистов-экспертов. В результате вместо 5-6 месяцев эти заявки удается рассмотреть за 2 месяца. Судя по валу заявок, лекарства к середине лета точно будет, сказал Ивлеев. По его словам, уже выдано по одному патенту на вакцину, на диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении. Сейчас на рассмотрении находятся более полусотни заявок на терапевтические и профилактические средства для борьбы с коронавирусом, на средства дезинфекции. В Роспатенте специально создали базу научной информации, в которой внесли все, что имеет хоть какое-то отношение к COVID-19. Еще 305 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Всего в регионе зафиксировано 12442 подтвержденных диагноза COVID-19. Почти 5000 пациентов выздоровели. Количество летальных исходов достигло 140. С начала пандемии в регионе проведено более 260 тысяч тестов на коронавирус. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,96. Зато выросла загрузка коечного фонда. В больницах области свободно 38% мест. Губернатор Глеб Никитин поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние две недели не снижается, проанализировать ситуацию на заседаниях оперативных штабов и выработать решения для ее стабилизации. Напомним, карантин продолжает действовать в Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе. Второе число зараженных вплотную приблизилось к цифре 200. 88 человек выздоровели, 23 горожанина госпитализированы. 19 человек лечатся в инфекционном отделении КБ номер 50. У 11 болезнь протекает средней степени тяжести. Один горожанин по-прежнему находится в Приволжском окружном медицинском центре. Один заболевший проходит лечение в городской больнице номер 33 в Нижнем Новгороде. У него болезнь протекает легко. Еще двое отправлены в детскую областную больницу столицы региона. Подробнее о ситуации с распространением коронавируса в Сарове рассказала главный санитарный врач по городу Ирина Игнатьева. Мы уже четко констатируем, что в равной вероятности мы можем заразиться и здесь, у нас, в нашем городе. И прирост ежедневный составляет примерно 5-10% к уже заболевшим. И он идет уже по всем статьям и среди всех групп нашего населения. И невзирая на пол, возраст, социальный статус, место работы, учебы, болеют абсолютно все. Горожанам рекомендуют по возможности избегать выездов за пределы города, особенно в те районы, где зафиксированы высокие показатели заболеваемости, минимизировать количество контактов, соблюдать правила личной гигиены, пользоваться средствами индивидуальной защиты. При первых симптомах недомогания вызвать врача на дом. С чем связан резкий скачок заболеваемости коронавирусом? С таким вопросом мы обратились к саровчанам в группах «Канал-16» в социальных сетях. Почти половина респондентов считает, что люди не соблюдают меры безопасности. 22% участников опроса связывают увеличение числа зараженных COVID-19. С возросшим количеством тестов. 14% уверены, что никакого коронавируса нет. Приблизительно столько же считают, что это вторая волна заболеваемости. Осталось нанести разметку, укрепить обочины щебням. В Сарове отремонтировали еще один участок дорожного покрытия на перемычке между Южным шоссею и Варламовской дорогой. Аукцион на поставку асфальта выиграла компания «Бетонсервис». О том, сколько тонн и какой марки асфальтобетона потребовалось, расскажем в следующем репортаже. Около тысячи тонн асфальтобетона и три с небольшим дня потребовалось сотрудникам управления механизацией автомобильного транспорта, чтобы благоустроить участок дорожного полотна на перемычке между Варламовской дорогой и Южным шоссе. Этот путь еще называют энергокоридором. Руководит ремонтом Алексей Малышев. За его плечами 26 лет работы по укладке асфальта на дороге. Асфальт видел всякий. Начинали еще просто чисто песчаным. Это еще в далекие 90-е времена. Сейчас уже более качественный, более прочный. Уложиться в столь короткие сроки помогла оперативная поставка сырья для ремонта автодороги. Материал брали с нового асфальтного завода «Бетонсервис», на котором установлено оборудование немецкой фирмы «Вибау». Завод начал работать в прошлом году. На нем производился щебеночный мастичный асфальтобетон для улицы Семашка. Все не стоит на месте. Появляются какие-то новые добавки, которые используются. Соответственно, все-таки, наверное, улучшается качество, улучшаются характеристики. Ну и здесь, конечно, если новый завод, соответственно, это, наверное, можно более качественно сделать. В этот раз «Бетонсервис» выиграл аукцион на поставку сырья для ядерного центра. Для автодорог с меньшей нагрузкой требуется асфальтобетон другого состава. Для участка по энергокоридору в НИЭФ заказал асфальт марки В2. Гравия и щебня в нем всего 30-40%. Этот материал еще называют обычным бетоном. Его можно использовать практически во всех сферах. Если на каких-то больших магистралях, как М4, Дон, там, естественно, марка А, Б используется, ну, для наших дорог как бы достаточно, в принципе, этого. После завершения укладки асфальта останется укрепить обочины щебнем, чтобы кромка дороги не крошилась, и сделать разметку на дорожном полотне. Елена Грязкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. С 8 по 15 июня по всей стране проходит недельный донорский марафон. Он переурочен ко Всемирному дню донора, который традиционно отмечается 14 июня. Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. В Сарове отделение переливания крови имеет достаточные запасы донорской крови и ее компонентов. Граждан, желающих стать донорами, будут принимать после того, как нормализуется эпидемиологическая обстановка. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Реализован в 2021 году за счет средств областного и городского бюджетов. С проектами благоустройства можно ознакомиться на официальном сайте администрации Сарова в разделе «Формирование комфортной городской среды». Налоговые инспекции Нижегородской области возобновят прием граждан с 15 июня. С учетом эпидемиологической обстановки, работа будет вестись исключительно по предварительной записи. Кроме того, посетителям налоговой инспекции обязательно быть в масках и перчатках. Запись на прием уже доступна на сервисе. Онлайн-запись на прием инспекцию. Либо по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 8800-222-2222. Молодежный центр проводит фотоконкурсы «Радость отцовства». В нем могут принять участие все папы, имеющие одного или более ребенка, активно принимающие участие в их воспитании и проживающие на территории Сарова. Номинации фотоконкурса «Папа, повелитель кухни», «На все руки мастер», «Лучше папа, друга нет» и «Супер папа». Участвовать можно в одной или более номинациях. Подробности по телефону 99108. 8 июня в России отмечают неофициальный праздник – День петербургских котов и кошек. Его объявили в 2005 году местные художники, разместив на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина. Хотя этот праздник и шуточный, он привлекает внимание к проблемам бездомных кошек. Для нашей страны это актуальный вопрос. Популяризация бездомных кошек составляет по разным подсчетам от 7 до 40 миллионов особей. Об одной из тех, кто помогает животным найти дом в нашем городе, расскажем далее. Спасением бездомных кошек и котят Мария Романцова занимается уже несколько лет. Девушка подбирает животных с улиц, выманивает из подвалов, выхаживает, лечит, стерилизует и пытается найти им хороших хозяев. Сейчас на ее попечении около 30 пушистых четвероногих. Котят берут лучше, чем взрослых кошек. Взрослых животных пристроить сложно. Это удивительно, потому что взрослое животное, оно уже со сложившимся характером, оно уже спокойное, не буйное, не носится, не портит ничего. То есть, как бы, для человека идеально. Пришел, посмотрел, ласковое животное, все выбрал, забрал. Они уже и к лотку приучены, и все обработанные. Содержать животных Марии помогают и некоторые ветеринарные клиники нашего города, представляя место в своих помещениях и делая скидки на стерилизацию. В основном девушка держит животных у себя или ищет им временные передержки. У меня есть группа своя, где я выкладываю и сами процессы, как мы ловим животных, как они содержатся, и, соответственно, объявления. Даем по городу объявления. Нередко Марии приходится сталкиваться и с нерадивыми хозяевами. Взяв, например, маленького котенка, люди оказываются не готовы к тому, что он может не спать по ночам, носиться, играть, царапать мебель и так далее. Очень много подводных камней, и очень сложно найти именно хороших хозяев, которые готовы ждать, терпеть, воспитывать животных. Мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы животных не возвращали. Задаем вопросы, консультируем по питанию, по наполнителю, по прививкам, по обследованиям. То есть помогаем в стерилизации, в кастрации. Все вопросы Марии можно задать через сообщение в группе «Дай лапу Саров ВКонтакте». Там же можно посмотреть животных, которые находятся на ее попечении, и подобрать себе пушистого друга. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Ученицы детской школы искусств Василиса и Мирослава Котова приняли участие в международном конкурсе музыкально-песенного и танцевального творчества «Кубок Москвы-2020». Девочки готовились выступить в столице, но конкурс перевели в онлайн-формат. Это не стало преградой для участия. Саровчанки получили три диплома лауреата первой степени. Василиса Котова с раннего детства занималась музыкой. Отучилась 10 лет в детской школе искусств на вокальном отделении у Анжелики Ермаковой. В этом году девушка закончила программу обучения. Финальная точка для нее стала победа на международном конкурсе музыкально-песенного и танцевального творчества «Кубок Москвы-2020». Девушка исполнила песню в разведке о войне, о двух товарищах, которые погибли, исполняя свой воинский долг. В семье Василисы есть те, кто не вернулся с полей сражений. И для нее эта песня особенно близка по духу. В детстве Василиса слышала много рассказов о войне. Настолько пропитаны подробностями и настолько реальны, как будто бы вот ты их можешь потрогать. Они происходили в этом мире и достаточно короткий промежуток времени назад. И это оставляет какой-то отпечаток. И благодаря чему ты можешь пропустить песни, которые сочинялись на основе подобных ситуаций через себя и понять лучше боли, трагедию. Ее младшая сестра Мирослава также победила на Кубке Москвы. Ей присудили звание лауреата первой степени сразу в двух номинациях. За исполнение композиции «Если в небе солнце светит» и чтение стихотворения «Две сестры бежали от войны». Это произведение о том, как восьмилетняя девочка, оставшись без родных, потеряла и трехлетнюю сестру. Стихотворение «Меня тронуло до глубины души». Там есть слова, что маму с папой расстреляли фашисты, а брат Иван умер на войне. Так что она осталась совсем одна. Это, наверное, была самая-самая больная травма из-за того, что она осталась в одиночестве. Это не первый конкурс, в котором принимает участие Мирослава. Несмотря на юный возраст, девочка уже становилась призером различных областных творческих состязаний. Но новые награды – первая серьезная победа девочки. Это именно Кубок Москвы. Именно из-за того, что это Москва, а в Москве, знаете ли, тяжело выиграть. И я была очень рада. Если Василиса решила отойти от музыки и посвятить себя другим занятиям, то ее младшая сестра планирует покорить новые творческие вершины, совершенствуя свое вокальное мастерство и получая престижные награды. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Библиотечный дворик в этом году будет проходить в формате онлайн. Молодежный информационный центр на Московской подготовил для юных читателей интересную программу. Мальчики и девочки познакомятся с историями детей, участников Великой Отечественной войны. Примут участие в экологическом проекте. Подробности в следующем репортаже. Традиционно в начале лета рядом с молодежным информационным центром открывается библиотечный дворик, где юных читателей ждут интерактивные программы, конкурсы и викторины. В этом году в дворике будет тихо, но дети не останутся без внимания. Мы предложим нашим юным читателям, а также их родителям, бабушкам и дедушкам виртуальный формат библиотечных двориков. Что это будет? Это в основном будут видеоролики тематические, посвященные какому-то литературному книжному событию. Либо это будет юбилей писателя, юбилей книги, либо это будет рассказ о каком-то знаковом событии, либо дате для нашей страны. Затронут библиотекарей тему Великой Отечественной войны. 24 июня они запускают проект, посвященный детям-героям. Юным читателям продемонстрируют портреты самых маленьких защитников Родины и расскажут истории о них, покажут мультфильмы о войне. Также в планах тема экологии. Это будут так называемые эко-дни. Один из них, вместе ярче он называется, будет посвящен даже энергосбережению. То есть здесь мы будем в доступной форме рассказывать ребятам о том, как рационально и экономно расходовать энергоресурсы. И думаю, что эта тема будет интересна и любопытна не только детям, но и взрослым. Первый библиотечный дворик стартует 10 июня в 12.00. Он будет посвящен книге «Джунгли» Киплинга. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте информационного центра или на странице ВКонтакте. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова